Несмотря на дороговизну жилья, оказывается, есть квартиры, причем в очень востребованных районах областного центра, которые, похоже, вовсе не нужны их собственникам. Но это еще полбеды. Бесхозная квартира в доме на Карпинского в Твери портит жизни, здоровье соседей. Черная плесень, грибок в подъезде и повышенная влажность, холод из-за отключенных батарей – это лишь часть проблем, с которыми столкнулись жильцы многоквартирного дома. Наша съемочная группа совместно с представителями власти и привлечением полиции искала пути решения из небанальной ситуации, в которой оказались тверичане. Хозяйка этой квартиры умерла около семи лет назад. В наследство вступил сын, но появлялся он здесь, по словам соседей, лишь несколько раз мимоходом. Жилое помещение годами стоит заброшенным. За квартиру много лет не только копится долг по коммунальным услугам, но и безнадзорное ее состояние осложняет жизнь соседей. Черная плесень на стенах, которая из квартиры уже перекинулась на подъезды в соседние помещения. Сырость и неприятный запах, прогнившие полы. Маргарита Николаевна со своим больным супругом живет в рядом расположенной квартире, буквально за стенкой, и давно страдает от такого соседства. Повышенная влажность. На кухне три года грибок. Грибок на стенах, грибок в полу. Не можем вывезти, не знаем, что делать. Грибок в туалетной комнате. У него виноваты все. Невозможно. Хочешь квартиру влажность повышенная вообще. А в начале года здесь произошла коммунальная авария. 9 января жильцы заметили воду в подъезде. Последний раз просто прорвало батарею, здесь вода лилась прямо в подъезд. После прорыва, когда все было мокрое, вы понимаете, что квартиру никто не сушил, ничего. И поэтому продолжает она заполняться плесенью. Там в плесени все стены и потолок. И мы очень волнуемся, что у нас дальше эта плесень будет расползаться по всему дому. И мы вынуждены будем, жильцы подъезда, дышать плесенью, которая вызывает болезни. Женщины начали обращаться во все инстанции. Так как в квартире никто не живет, пришлось вызывать полицейского и вскрывать в его присутствии квартиру. После вскрытия квартиры было установлено, что в квартире лопнул радиатор в маленькой комнате. Радиатор – это зона ответственности собственника жилого помещения. Для того, чтобы предотвратить аварийную ситуацию, мы установили отсечные экраны, отсекли аварийный радиатор. Потом посмотрели вторую комнату, там тоже один радиатор был разморожен. Так как у собственника на радиатор было закрыто отопление. То есть этот радиатор мы точно так же отсекли. После проведения ремонтных работ мы закрыли квартиру и опечатали ее. Однако последствия коммунальной аварии остались. Жители обратились в администрацию своего района, но советы, которые им там дали, не устроили граждан. Юристы лично со мной разговаривали, что заходите вообще в квартиру, если вы один раз открыли. Да, врежьте свой замок. Я говорю, там уже рамы все гнилые, там даже страшно открывать. Сходите, говорит, в лирон, купите от плесени и ходите, прыскайте. Сами. То есть мы должны сидеть за квартирой в этом собственном? Да. За свой счет, да? Да. Мы должны туда постоянно ходить? Да. Мы тоже объясняем, что мы не имеем права в чужую квартиру ходить, это чужая собственность. Что вы такие дикие советы-то даете? В подъезде присутствует зловонный плесневый запах, продолжает парить. Местные жители начали самостоятельно вести поиски собственника, но безуспешно. Тверичане обратились к депутату по своему округу. Дмитрий Нечаев лично выехал на место, чтобы разобраться в ситуации. И, о чудо, именно в тот день, за каких-то полчаса до визита народного избранника, совершенно волшебным образом нашелся собственник этой квартиры. Об этом рассказал агент директор управляющей компании. Он по телефону пообещал Марине Фадеевой на следующей неделе встретиться и решить все вопросы. Но будет ли оно так, пока непонятно. Здесь случай, как говорят, нетривиальный. Есть квартира, есть собственник, который по каким-то непонятным совершенно причинам, около, по разным данным, 7 лет, не пользуется этой квартирой. И при этом не содержит ее, как говорят, в нормативном состоянии. Но это слабо сказано, потому что на самом деле квартира просто заброшена. Там сгнили полы, отрезана батарея, газовая труба перекрыта. Здесь нужно, конечно, включать юридические механизмы урегулирования этой проблемы. Мы будем составлять акт, вскрывать при последничестве правоохранительных органов. Ну, все, как положено по закону, составлять акт и направлять дело в суд. Либо об отчуждении этого имущества, либо принуждении собственника к выполнению своих обязанностей согласно жилищному кодексу. Депутат пообещал оказать поддержку жильцам в зависимости от дальнейшего развития событий. Мы же будем надеяться, что если собственник все-таки объявился, как сообщила нам гендиректор УК, то он наконец-то примет меры в отношении своего имущества и приведет квартиру в нормативное состояние, чтобы она не доставляла неудобств соседям, либо продаст новому владельцу. В свою очередь мы будем следить за развитием ситуации и обязательно расскажем, чем же закончилась коммунальная история на Карпинского в Твери. Продолжение следует...